Современные предприятия – это масштабный комплекс, каждый отдел которого отвечает за выполнение своих задач. Где-то они имеют более специфическую направленность, где-то условия для работы максимально приближены к обычным, бытовым. Однако это нисколько не исключает тех требований, которые предъявляются как к помещениям, так и к самим рабочим и к технике безопасности. Это один из посылов работы общественных инспекторов, которые регулярно посещают предприятия с мониторингами. Очередной визит представителей городского объединения профсоюзов состоялся на предприятии «Брест-Облавтотранс». Задача – осмотреть условия труда работников, оценить качество и своевременность ремонта техники, ознакомиться с коллективными документами. Вопросы охраны труда. На то, что обращаем внимание, во-первых, это состояние рабочих мест, санитарно-бытовое обеспечение, производственное оборудование, документация. Ну и, конечно, коллективный договор, раздел охраны труда. Кроме этого, знаете, в условиях ковида обращаем особое внимание на профилактическую работу по профилаке ковид, в том числе и вакцинации. Предприятие «Брест-Облавтотранс» в своем большинстве занимается перевозками. Именно поэтому охране труда на предприятии уделяется особое внимание. Причем в центре внимания все – от техники и спецодежды, которой снабжен каждый работник, до условий в котельных. Сегодня сюда приглашают общественных инспекторов осознанно. Взгляд специалиста со стороны будет весьма полезен при планировании дальнейшей деятельности. Ведь услуги здесь получают не только специалисты предприятия, но и другие нуждающиеся в этом, в частности в вопросах освидетельствования. Филиал автовокзал города Брест – это многофункциональное предприятие, в состав которого входит международная колонна, грузовая колонна. Занимаемся перевозками как международными по Европе и России, так и внутриреспубликанскими грузовыми перевозками. На предприятии работает 186 человек. Вопросам охраны труда, естественно, уделяется огромное внимание. Мы стараемся обеспечить вовремя работников спецодежды, средствами индивидуальной защиты. Как сделать так, чтобы и работа шла плодотворно, и сотрудники занимались профессиональной деятельностью результативно и безопасно. Задача, которая уже не один год стоит во главе угла перед представителями различных ведомств, отвечающих за реализацию мер по охране труда. Об этом нередко говорят во время круглых столов и тематических заседаний. Важность данных мероприятий, переоценить ее очень сложно. Здесь сотрудники надзорных органов встречаются непосредственно с теми людьми, которые проводят политику охраны труда, промышленной безопасности на своих предприятиях. Здесь рассматривается большой спектр вопросов, именно практически. Поэтому любой человек может задать любой вопрос и получить на него квалифицированный ответ. То же самое сотрудники надзорных органов получают информацию как бы снизу, что волнует на сегодня предприятие. И мы при осуществлении своей деятельности стараемся учитывать эти запросы и направлять свою работу на решение данных проблем. К сожалению, несчастные случаи продолжают происходить по всей области. Поэтому идет дальнейший поиск методов контроля и стимулирования к исполнению мер по охране труда. Как показывают цифры статистики, меньше нарушений там, где существует профсоюзная первичка. В основном нарушение выявляется на предприятиях, где нет профсоюза. Потому что общественный контроль там не осуществляется со стороны профсоюзных инспекторов. И, естественно, нарушений инспектора больше вываляют там почти в три раза. А там есть предприятия, где есть профсоюзы. Там контроль за соблюдением требований по охране труда более строгий. И, естественно, нарушений меньше. Личная защита и соблюдение техники безопасности – еще одна составляющая эффективной реализации программы по охране труда. Сегодня белорусские и зарубежные производители рады предложить руководителям предприятия экипировку, которая помогла бы предотвратить возможные несчастные случаи. Но и собственную ответственность каждого из работников здесь исключать не стоит. Ведь за соблюдением простых правил стоят в первую очередь жизнь и здоровье человека. Потерять которое – значит принести горе своей семье и близким. Выбор за каждым из нас. Продолжение следует...